Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Положительная динамика в плане готовности сил и средств к локализации и ликвидации червячайных ситуаций. Комплексные противоаварийные учения. Совещание показало готовность абсолютно всех служб как Смоленской атомной электростанции, так и наших коллег по Брянской области. Заседание паводковой комиссии. Семинар посвящен безопасности, правильному проведению работ и вообще это все очень важно, нужно. Семинар стажировка по охране труда. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленск АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Выработка 44 миллиарда 125 миллионов киловатт-часов, что плюсом 193 миллиона к заданию ФАС. Мощность 26 108 мегаватт на 4690 больше графика. О техническом состоянии Смоленской станции сообщил главный инженер предприятия. В работе три энергоблока. Суммарная нагрузка 3188 мегаватт. Диспетчерский график выполняется. Выработка электроэнергии за 19 дней марта составила 1,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 79 миллионов. С начала года выработано более 4,8 миллиарда киловатт-часов, сверхплана 310 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Персонал Смоленск АЭС готов к слаженным оперативным действиям в случае возникновения нештатных ситуаций на гидротехнических сооружениях атомной станции. Это подтвердили проведенные комплексные противоаварийные учения. Учение на гидросооружении проходило по специальному сценарию. В нем был задействован персонал цеха обеспечивающих систем, отдела планирования и аварийной готовности, отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций аварийных центров, отдела информационно-коммуникационных технологий. Привлечена спецтехника, грузовые машины, экскаваторы, бульдозеры. Для оперативной связи со штабом управления использован передвижной узел связи. В настоящее время, смотрю, положительная динамика в плане готовности сил и средств к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций. То есть люди работают, растет мастерство. И я думаю, что безопасность жителей Десногорска и в том числе Смоленской области и Брянской области усиливается. Мы сегодня поприсутствовали на проводимом учении, видели порядок оповещения и сбора, видели порядок подготовки и принятия решения на ликвидацию аварийной ситуации и поприсутствовали на практической части. По общему мнению, да, Смоленская атомная станция готова к проведению таких мероприятий и готова к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации. На Смоленской АЭС состоялось заседание Паводковой комиссии под руководством главного инженера станции. В нем приняли участие руководители подразделений станции, представители Управления по делам ГОИЧС Десногорска, Московско-Окского бассейнового водного управления. Участники заседания обсудили готовность гидротехнических сооружений, систем, оборудования АЭС к пропуску половодия. Совещание показало готовность абсолютно всех служб, как Смоленской АЭС, так и наших коллег по Брянской области, к прохождению Паводка. Значит, работая особенно во время половодия, особенно во время половодия, в плотном контакте, в плотном взаимодействии, мы всегда мониторим ситуацию ту, которая складывается в Брянской области, в пойменной зоне, в зоне проживания, в зоне затопления, подтопления, которое бывает по большому счету ежегодно, и по возможности облегчаем обстановку Брянской области. Для того, чтобы уменьшить воздействие Паводковых вод на территорию Брянской области, в зимний период путем сброса воды через твор плотины на Десногорском водохранилище была подготовлена резервная емкость объемом 48 миллионов кубометров для принятия талых вод. Ежегодно руководство Смоленской АЭС приглашает нас на Паводковую комиссию для того, чтобы мы были в курсе, как подготавливается и проводится подготовка к Паводок, как проходит сам Паводок, и как будет вообще организовано прием Паводковых вод с вышележащей территории, и как он будет сбрасываться в Нижний объект. Более 80 руководителей среднего звена, специалистов подразделений Смоленской АЭС и подрядных организаций приняли участие в семинарии по охране труда. Главными темами обучения стали соблюдение требований по электробезопасности, безопасности при выполнении работ на высоте, контроль за безопасным состоянием зон возможного травмирования персонала, нарядно-допускная система производства работ в электроустановках и на тепломеханическом оборудовании, проведение целевых инструктажей, использование опыта эксплуатации при организации и выполнении ремонтных работ в части информирования о несчастных случаях, произошедших в 2017 году на предприятиях отрасли, анализ нарушений требований охраны труда по результатам инспекции ремонтной площадки в 2017 году. Это стоит как один из этапов подготовки к ремонтной кампании 2018 года. Ни для кого не секрет, с 26 числа останавливается энергоблок на ремонтную кампанию и потом в мае останавливается на ремонт энергоблок номер 3, на большой ремонт с продлением эксплуатации. Все вы будете задействованы в этих ремонтных работах и поэтому по нашей уже сложившейся традиции мы предоставим информацию, которая со стороны отдела охраны труда, на наш взгляд, будет полезна и необходима для организации правильного и безопасного выполнения ремонтных работ на энергоблоках. Ну и перед тем, как начнем, хотелось бы коротко сказать о том, чтобы поблагодарить всех, всех вас. Семинар посвящен безопасности, правильному проведению работ и вообще это все очень важно, нужно работать с персоналом, работать с коллективом, работать с сотрудником самой атомной станции, ну да с подрядными организациями. В завершении семинара все участники заполнили анкеты обратной связи, в которых отразили свои предложения и пожелания по дальнейшему совершенствованию системы управления охраной труда на Смоленск АЭС и обеспечению безопасности при производстве работ. Уважаемые десногорцы, Центральная библиотека приглашает 22 марта 18.00 на вечер книги «Гордиться славою предков должно», посвященной презентации книги «Город Россо» в странице истории, приуроченной к 880-летию с момента основания. В вечере примут участие представители редакционного совета книги. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин